Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. В этом видео я Пашкевич Анна, и мы рассуждаем на такую тему, какие мероприятия стоит предусмотреть, когда мы высаживаем картофель после картофеля. Зачастую у нас в огородах не хватает места, достаточно ограничены посевные площади, и мы высаживаем из года в год картофель после картофеля. По этой причине стоит предусмотреть ряд мероприятий, которые будут способствовать улучшению плодородия почвы, увеличению числа полезных микроорганизмов, снижению количества возбудителей как болезней, так и числа вредителей. Первое и самое важное – это снижение числа возбудителей различных заболеваний. Это, например, возбудитель фитофтороза или парши картофеля, которые зимуют на растительных остатках. По этой причине перед началом уборки картофеля, после уборки картофеля мы обязательно очищаем максимально от растительных остатков картофеля свои участки. Но нужно быть готовым к тому, что даже после того, когда мы убираем сорняки, все равно часть семян остается в почве. Поэтому после того, как мы выкапываем картофель, ведем легкое улучшение, легкую культивацию почвы, для того, чтобы оставшиеся сорняки взошли и через 8-10 дней после их всходов мы ведем более глубокую вспашку или более глубокую культивацию, чтобы их численность резко снизить на своем участке. Также обращаем внимание на количество накопленных вредителей в почве. Например, самый распространенный вредитель в посадках картофеля – это проволочник. Проволочник любит малоплодородную почву, подкисленную почву, поэтому предусматриваем мероприятия, которые будут раскислять почву. Будем выносить осенью доломитовую муку или традиционный мел. Для повышения плодородия почвы будем использовать гумус, биогумус, компост. Если мы осенью будем ввести вспашку, то можно закладывать свежий навоз. И обязательно, если есть возможность, предусмотреть внесение перепревшего навоза. Если есть возможность, то необходимо предусмотреть повышение плодородия почвы путем высева седирата. Поскольку у нас картофель идет после картофеля, то для повышения общего плодородия, для улучшения состояния почвы с позиции фитосанитарного контроля, необходимо предусмотреть высев седиратов в виде смесей. Например, предусмотреть высев злаковых седиратов на основе овса или ячменя. Также предусмотреть высев бобовых седиратов. Это люпин, пелюшка, горох. И традиционные седираты из числа крестоцветных. Это горчица, рапс, сурепица. Когда мы высеваем такие седиративные смеси, то мы, конечно же, улучшаем общее плодородие почвы. После того, как ваши седираты достигнут высоты 20-30 см, когда они начнут ветвиться, не дожидаясь того, чтобы они начали зацветать, их лучше, конечно, заделать. Заделывание путем лущения и легкой культивации. Также помним, что помимо проволочника в почве активно живут различные другие насекомые. Например, личинки майского хруща, которые любят питаться растительными остатками. Поэтому необходимо предусмотреть по возможности внесение биологических средств борьбы с насекомыми, живущими в почве. Например, путем внесения гриба метаризиума, который проработает осенью, уйдет в спячку, весной проснется и будет активно поражать различных насекомых, которые он встретит в почве. Наряду с метаризиумом можно вносить различные биологические препараты на основе грибов триходерма, в том числе, которые будут увеличивать количество полезной микрофлоры в почве, способствовать более быстрому разложению остатков растительных, которые находятся в почве. И таким образом составлять конкурентную среду для тех патогенов, которые атакуют наши картофельные посадки. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь на канале Процветок. Радуйте нас лайками и подписками. Всего вам доброго и хороших, качественных картофельных урожаев! Субтитры создавал DimaTorzok